Здравствуйте! Вы смотрите программу в Центре Событий в студии Снежана Журавлева. В Югре действует более 30 очагов лесных пожаров. На ликвидацию ЧС в округе выделены дополнительные средства. В Сургуте на АЗС рядом с газовой цистерной вспыхнул автомобиль. К счастью, все закончилось благополучно. В Сургуте заработал новый футбольный проект. Заниматься одним из самых популярных видов спорта в стране приглашают деловых людей. Наталья Комарова с рабочим визитом посетила Березовский район. Это один из двух муниципалитетов, в котором объявлен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Губернатор Югры на месте выяснила, насколько эффективно ликвидируют возгорание. Стоит отметить, что ежедневно в регионе регистрируются до 7 новых горящих точек. Однако подавляющее большинство из них тушат силами местных пожарных подразделений. А если требуется, к ним на помощь приходят мобильные отряды лесопожарной охраны и МЧС. Кроме того, задействовано больше 20 единиц авиационной техники, 4 из которых вооружены тяжелым пожарным оборудованием. Важно задействовать имеющиеся ресурсы и средства, а они достаточны для эффективного противодействия огню. Второе. Одновременно необходимо поддерживать тесный контакт с нашими соседями, прежде всего Ямалом, откуда возможно распространение огня. Важно скоординировать совместные действия. Четыре водостыльных устройства показали свою эффективность. Вчера было потушено два лесных пожара, только водостыльными устройствами. Они очень хорошо работают в близи населенных пунктах переправ, где есть возможность сбросить в воду, а потом пойти в наземные службы. В правительстве Югры, между тем, приняли решение о выделении дополнительных 56 миллионов рублей. Это позволит увеличить время работы авиации еще на 300 часов. Режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера позволяет подключать дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров в Березовском и Белоярском районах. По данным, на 30 июля на территории Югры за сутки возникло 14 новых пожаров. Действует на данный момент 31 очаг. Площадь, охваченная огнем, составляет 11 тысяч гектаров. В Сургутском районе с начала года произошло 27 лесных пожаров на территории свыше 3 тысяч гектаров. В Сургуте на АЗС сгорела машина. ЧП произошло на автозаправочной станции «Октан», расположенной на проспекте Мира. В колонке около половины восьмого вечера в воскресенье подъехала красная иномарка. По невыясненным пока причинам машина начала гореть. Существовала вероятность взрыва всей станции. На место были вызваны все оперативные службы. Движение для автомобилей и пешеходов было временно перекрыто. На кадрах видеозаписи, которую сделал случайный прохожий, слышны несколько взрывов. От высокой температуры лопались колеса. Прибывшим на место сотрудникам МЧС хватило нескольких минут для того, чтобы потушить пожар. К счастью, обошлось без пострадавших. Причиной ЧП установит следствие. Причина пожара предварительно – это неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Порвеждения в двигательном отцепи и в салоне автомобиля. Какая именно причина неисправности, я вам сказать не могу. Это все устанавливает дознаватель. В плане самого тушения, да, автомобиль находился рядом с газовой цистерной. Отделения приехали и, в принципе, это сразу же практически потушили автомобиль. Вернуть деньги туристам. Сургутский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении директора турфирмы «Сургут Курорт». Он признан виновным в совершении преступления мошенничества, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Суд установил, что директор компании с января по август 2014 года обманул 130 клиентов своей фирмы, планировавших отдых в нескольких зарубежных странах. Он получал от граждан деньги в счет оплаты туров, но в адрес операторов их не перечислял и путевок не приобретал. Ущерб в итоге превысил 12 миллионов рублей. Суд приговорил виновного к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с осужденного будет взыскан причиненный сургутянам ущерб. Эксперты Общероссийского народного фронта показали исполняющему обязанности главы Сургута свалку практически в центре города, рядом с парком за Саймой. Почему она появилась, а также кто и когда ее уберет, выяснил Иван Фирсов. Эксперты ОНФ рассказали исполняющему обязанности главы Сургута Алексею Жердеву о новой свалке. Она расположилась непосредственно у входа на территорию парка за Саймой. Вот в данном случае у ученической администрации просто стоит много автохлама. Мы с вами там сейчас увидим, что стоит не один. Автобусы, да. Да, это просто парковка, которая представляет автохлам. Может быть, под утилизацию, смотрите, они бесхозные. Здесь дают на прокат велосипеды, работает шиномонтажная мастерская, вдоль заборов частных домов хлам, мусор и старая техника. Такие проблемы довольно частое явление именно для сектора ИЖС. Почему на свалке возникают? Потому что владельцы ИЖС в редком случае подписывают договор, платят деньги. И на договорной основе мы можем увозить мусор. Понятно, что если они здесь живут, им необходимо как-то куда-то его сваливать. Этой теме, как уверяют чиновники, уделяется серьезное внимание. Во-первых, сейчас на стадии рассмотрения новый проект правил благоустройства. Он, в свою очередь, даст контрольному управлению администрации города больше полномочий по надзору. Как только изменения примут, устраивать свалки станет себе дороже. А пока их убирают за счет городского бюджета. У нас несанкционированные свалками занимаемся, наша дорожная дирекция. Ну, порядка где-то 20 мы ликвидировали, причем на разных участках, где нам обращения были. Уберут, по всей видимости, и эту. Возможно, вопросы появятся и к бизнесменам, если они не зарегистрированы в надзорных органах. Тогда у людей могут быть проблемы. Мы договорились, что в ближайшие дни мы здесь уже в другом статусе придем и будем документировать это нарушение. Да, сегодня мы нанесем ее на карту свалок. Я понял. Всего на карте свалок Сургута нанесены 55 объектов. Эксперты ОНФ отмечают, что оперативность реагирования на этот проект со стороны городской администрации выросла. Однако без помощи сургутян в этом вопросе не обойтись. Ведь известно, что чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят. Иван Фирсов, Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. В Югре утвержден размер прожиточного минимума. По итогам второго квартала текущего года он составил 15 294 рубля. Такая сумма установлена для трудоспособного населения. Для пенсионеров и детей минимум чуть ниже. Этот показатель рассчитывали, опираясь на цену стандартной продуктовой корзины. Стоит отметить, что прожиточный минимум является отправной точкой для установления и расчета различных социальных выплат. Так что его новая величина позволит гарантировать достигнутый уровень социальной защиты для наиболее уязвимых групп населения. Югорчанам должен быть гарантирован минимальный уровень благосостояния. Они должны и могут рассчитывать на развитую систему мер социальной поддержки. Это один из основных элементов качества жизни людей, а следовательно, приоритет нашей работы. В Сургуте отпраздновали день военно-морского флота. На улице города выехали сотни машин с сине-белыми андреевскими флагами. Мужчины в черных беретах посетили монумент славы у Вечного огня и Ричфорд. Более полусотни участников праздника пришли к памятнику афганцу. Здесь ветераны ВМФ, служащие и их семьи возлагали цветы к памятнику, делились впечатлениями, воспоминаниями о годах службы, встречали своих сослуживцев. Самое яркое впечатление, что мы попали в Африку на боевую службу, экипаж наш ходил, выполнял боевую службу. Самые страшные воспоминания, это когда мы попали в 11-бальный шторм в Норвежском море. Мы трое суток практически стояли, воевали с волной, но мы выдержали это. Но, честно скажу, я бы еще вернулся в свою же часть и еще бы так же прослужил от начала до конца. Мой дед, мой рак, этим надо гордиться день флота моткова. Хочу пожелать всегда быть здоровым, сильным и смелым. Всегда с любых лаплывал перед рак. В подарок на совершеннолетие – квартира. В Сургутском районе вручают ключи детям-сиротам, которым только-только исполнилось 18 лет. Раньше такой оперативности не наблюдалось. Почему? Знает Дмитрий Круковец. Кристина Кириллова свою квартиру еще не видела, но уже представляет ее в нежных постельных тонах. Комната будет цвет Тиффани, голубоватый, бирюзовый. Кухня будет там, я не знаю, розового цвета, может, я не знаю. Я так думала, не обдумывала прям, как все будет. Ну, посуду уже, наверное, присмотрели. Да, посуду я уже дождела белого, с цветами такими золотыми, с золотистыми цветочками. Вилочки, ножи, ложечки. Мечты Кристины о своей большой кровати почти осуществлены. Для принимающей стороны было сюрпризом, что застройщик сдал квартиры не только с отделкой, но еще и с мебелью. Пусть только с самой необходимой, но по тендеру он этого был делать не обязан. Здесь вот стол, значит, диван, шкаф, комод и на кухне стулья. То есть вот дополнительный плюс для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том плане, что при вселении будут меньше дети внести расходов. При вселении вот именно в новое жилье. В этом году на жилье для этой категории граждан в Сургутском районе выделено 37 миллионов рублей. Средства освоены стопроцентно. Так бывает не всегда. Раньше за государственные деньги застройщики не спешили предлагать свои услуги, ведь в коммерческих продажах они заработали бы больше, как минимум на треть. Мы приобретаем по 51 116 рублей за метр квадратный. То есть согласно тарифам, утвержденным региональной службой по тарифам Пахмао-Югре. Площадь каждой квартиры 36 квадратных метров. Приобретенного жилья хватило, чтобы расселить всех детей-сирот. Причем еще несколько квартир уже ждут подростков, которым 18 исполнится в августе-сентябре. Как только они достигнут совершеннолетия, им вручат ключи. Ключ у нас вкладывался в сувенирную коробочку вместе с символом Сургутского района. Мы таким образом подчеркнули, что Сургутский район, власти Сургутского района, администрации Сургутского района, жители Сургутского района поздравляют детей и настойчиво предлагают помнить о том, что Сургутский район является родиной для этих детей. 21 квартиру в этом году купили с опережением всех сроков. Обычно заветные ключи вручались только к концу года. 18 квартир находятся в одном доме на Солнечном, еще три в поселке Федоровский. Дома уютные и теплые, а рядом детская площадка, садики и школы. Дмитрий Круховец, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Анатолий Метельченко, Сургут Интерновости. Пора освобождать. Администрация Сургута выставила ультиматум членам гаражного кооператива «Нефтяник-1», расположенного в 5-м А микрорайоне. У автолюбителей есть немного времени до 6 августа, чтобы самостоятельно вывести боксы с территории. В противном случае чиновники приступят к юридическим тяжбам для признания имущества ничейным. Напомню, что эта территория необходима для строительства общеобразовательной школы. В районе улицы Кирбая дефицит социальных объектов, в том числе школ. Подобные требования муниципалитет выставляет кооперативу не первый год. Параллельно ввели работу чиновники и по мирному урегулированию ситуации. Автовладельцам предлагали землю для переноса гаражей в районе Заячьего острова, но население предложение властей проигнорировало. Решение этого гаража, оно должно быть достигнуто, гаражная кооператива, должно быть достигнуто путем переговоров, но, к сожалению, переговоры, они зашли в тупик, и я другого выхода, кроме как судебного решения и исполнения решения судов, больше не вижу. Решение главы города вселяет определенный оптимизм, и я думаю, что все-таки глава города, он себя заявил о себе как человек слова. Сургутских дачников отключат от электричества. Частично или полностью от энергопотребления в августе отсоединят 14 садово-огороднических товариществ города. В частности, при остановлении подачи электричества ждет дачников кооперативов «Север-1», «Победит-2», «Крылья Сургута», «Тюльпан», «Энергостроитель» и других. Эти СНТ и ДНТ останутся без света по причине высокой задолженности за свет. На 17 июля ее размер составил 32,5 миллиона рублей. Долги всех кооперативов «Сургута» превысили 113 миллионов рублей. Пора достать кеды из шкафа, призывают организаторы нового спортивного проекта нашего города. На днях стартовал «Футбольный вечер 86». Создан он для любителей футбола в нашем городе абсолютно любого уровня, который хотят с пользой провести время. Организаторы предоставляют весь необходимый инвентарь – питьевую воду, форму, мячи, музыку и площадку. Если у вас нет команды, организаторы подберут ее самостоятельно. Матчи проводятся на парковой площадке в удобное послерабочее время каждую пятницу и субботу. Этот проект создан для людей, любителей футбола, просто у кого нет друзей, футболистов, у кого нет круга общения, футболисты, куда бы могли прийти. Они просто зайдут в интернет, ведут футбольный вечер или провести время по-футбольному и смогут записаться посредством контакта. Попозже сайт будет. И прийти с равными себе по возможностям, по физическим, по техническим, по уровню игры, прийти и поиграть в футбол. В первом матче футбольного вечера сошлись представители администрации и бизнес-сообщества Сургута. Проходил он на открытой площадке в парке за Саймой. В команде синих и оранжевых по шесть любителей этого вида спорта. На протяжении часа каждая пыталась урвать победу. Но по результатам матча победу одержали синие. Счет 6-4. Оказалось, что этот триумф дался участникам тяжело. Было принято решение подобные встречи деловых людей проводить как можно чаще, чтобы повышать профессионализм. Последний раз я играл года 4 назад. Мы на самом деле очень много играли в то время. Потом как-то года 4 назад компания распалась. Перешли на волейбол. Очень рад, что пригласили на это мероприятие. Побегали. Умудрился игол пропустить, умудрился игол забить. Так что море эмоций. Клево себя чувствую. Сейчас только отдышусь. Буду чувствовать себя еще лучше. Я в футбол не играл лет 14. Но интересная вообще задумка встречаться с успешными людьми и попробовать себя на таком спортивном поприще. Посмотреть все-таки, кто более азартный, кто более смекалистый, кто более физически развитый. Ну и в принципе очень хорошее время препровождения семьей. Опять же выйти в парк. Семья болеет, либо допустим ей стыдно за меня, но тем не менее есть стимул стараться играть лучше. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. До встречи. Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Метросеть. Это только максимальная скорость. Интернет на 1 гигабит в секунду. 150 телеканалов в комплекте. Всего за 750 рублей в месяц. Подключайтесь. www.metrodefisset.ru Окунитесь в приятную атмосферу новой летней террасы «Шеф Дымков». И попробуйте потрясающее сочное мясо, приготовленное на угля. По будням с 12 до 15 скидка 20% на все меню. Телефон 94-40-49. Только в эфире «Лаврадио». Доброе утро! Утренние красавцы Курочкин и Соколов помогут тебе проснуться с удовольствием. Каждый будний день с 7 до 11 утра. Включай «Лаврадио». Здравствуйте. Информация о погоде на 31 июля. В студии Алена Раковская. На западно-сибирской равнине будет располагаться антициклон. Так что жителей региона ждет тихая и теплая погода. Сегодня в Сургуте и его окрестностях переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22-27. Закупайтесь с выгодой и впрок. В новом магазине «Домашний погребок». Современные дистилляторы, бочки, специальная стеклотара, расписные и простые самовары, изделия Кольчугинского завода. Цены доступны. Новый «Домашний погребок». В торговом центре «Богатырь» по улице 30 лет Победы 66. В магазинах «Домашний погребок» скидка 10% на 3 товара в чеке. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртудного столба. «Карапуз» заявляет прямо, не увиливая, как это любит реклама. Распродажа должна быть честной, двухколесной и повсеместной. Велосипедная распродажа уже в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам хорошего настроения и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова